Приятно осознавать, что в автосервисах работают девушки. Они могут быстро зашить ваш автомобиль. Кто-то повесил плюшки в духовку на вешалке для одежды. Если это все-таки чей-то костюм, то я тоже хочу на такую вечеринку. Главное в таком подходе не забывать говорить всем, что так и задумано. Слушайте, креативный подход к конструированию душа. Правда, если неправильно подобрать бутылки от разных веществ, то можно не только помыться, но и, например, мелировать волосы, поменять оттенок кожи, сделать омоложение за счет удаления слоя кожного покрова с лица. А это то ли устройство для аккуратного использования унитаза, то ли мини-аквапарт для хомяков. Всем привет! Это канал Свой в доску! И это подборка фото, которые подтверждают, что иногда ремонт лучше сразу доверить специалисту. Мне так давно хочется посмотреть фото, на которых скотч хоть раз используют по назначению. Замена стекла в машине, а говорят, в автомобиле можно создать домашний уют. Компьютерные технологии всегда были для меня темным лесом. Так что сложно как-то оценить это наноизобретение. Мужик купил себе автомобиль-палатку. Габриолет? Нет-нет-нет, автомобиль-палатку. Это, видимо, очень дорогой апгрейд, раз мужчине не хватило денег доделать его до конца и установить совочек слева. Если ты разбил тарелку на счастье, а оно не пришло, то просто склей ее и попробуй еще раз. Ваша машина готова, сэр! Вы можете начинать есть! Друзья, переходите в группу и присылайте свои фото по ссылке в описании, и мы покажем их в своих роликах. Когда ты гениален, достаточно, чтобы зарядить телефон, но еще недостаточно, чтобы при этом остаться в обуви и куда-то ходить. Время, оказывается, утекает не только сквозь пальцы, но и сквозь стену. Надо срочно набрать в Посейдону, а то счета за воду какие-то дикие пришли в этом месяце. Пусть там со своими водоснабжениями поговорит. Я часто вижу, что для срочного ремонта используют не только скотч, но и пищевую пленку. Надеюсь, эта девушка едет не от травматолога, который такое практикует. Я же говорил! Нет, ну в целом туалет функционирует. Никто ж не обещал, чтобы будете прям внутри во время использования. Многие любят занимать место у окна в самолете, но мало кто знает про специальное место, которое во время полета первым высосит наружу вместе с креслом и пассажиром. Продается кастомный байк, он может не только ездить по земле, но и при использовании специальных заклинаний летать по воздуху. Здравствуй, соломинка! Налей мне, пожалуйста, немного водички. Это пока единственное фото из подборки, которое я хочу повторить сам. Наконец-то зарядник не будет вылетать в самый ответственный момент. Если вы рукожоп, который любит почитать в ванной, то это изобретение для вас. Кстати, если вы рукожоп, то лучше электроприборы в ванной тоже привяжите, чтобы в воду не упали. Если нет переходника с планшета к телевизору, а игру посмотреть хочется, то быть барахольщиком – это выход. И хорошо, что вы не послушали друзей и не продали свою старую камеру. А еще не слушайте, когда вам говорят перестать играть в игрушки, потому что они могут спасти ваш комп. Вентиль подачи воды в лицо пассажиров, под ноги пассажиров и в оба направления. Больше вопросов, конечно, чем ответов. Вроде самодельный миксер, а вроде кто-то так психанул из-за ремонта соседа, что воткнул ему ножницы в шуруповерт. Если постоянно держать руку вытянутой в окно во время поездки холодно, то доверьте расчесывание воздуха профессионалам. Когда не сильно хотел заморачиваться с ремонтом дивана. Ну или наоборот, сильно хотел заморочиться с ремонтом стула. Кран держит газонокосилку отлично. Если хорошо ее раскрутить, то можно управиться со всей работой за пару минут. Кнопка на посудомойке сломана и постоянно вылетает. Поэтому ее поджали шваброй. Главное теперь не забыть про посуду, иначе от нее только пена останется. Ремонт фары с помощью пищевого контейнера и бутылька от лекарств. Это как минимум умно. Как максимум надо промыть желудок от такого количества съедобных таблеток. Если вы не очень-то и скучаете по самому свету из разбитой фары, тогда просто распечатайте ее изображение. Сильно сэкономите, скажу я вам. Колесико радиоуправляемой машинки теперь служит вместо пульта управления. Наконец-то младший ребенок в семье может отдохнуть. Ну а тут кто-то воткнул соседу венчик в шуруповерт. Это уже более-менее подходит для кулинарии. Ну мужик, тебя же просили покрасить стену, а не покрасить что-то последний раз в своей жизни. Зачем покупать дорогущий водонагреватель, если есть свечка и проволока? И я так полагаю, чтобы вода действительно нагрелась от свечки, нужна еще какая-то молитва что ли. Усилитель громкости для телефона. Это очень круто и в целом можно усовершенствовать устройство с помощью скотча и приклеить эти бутылки прямо на уши. Вот как здесь. Так, замена ноутбуку собрана, это понятно. Осталось только найти новые глаза, которые смогут видеть в пятикратном увеличении. Если вы распечатали разбитые фары, как в нашем недавнем совете, но все-таки свет вам нужен, то достаточно приделать фонарики на капот. Главное следите, чтобы вас не оштрафовали засевшие в них батарейки. А я ведь таки знал, что Санта-Клаус не просто так ходит в Рождество подарками всех задабривает. Девушка-водитель, видимо, сильно привыкла к своему зеркальцу из косметички и решила повысить его до бокового зеркальца автомобиля. Крутой замок на авто, еще и защелка. Главное, чтобы никто не пришел с шуруповертом и не выкрутил ее. В целом, я уже не особо верю, что шуруповерты и дрели изобрели, чтобы сверлить и закручивать. Я думаю, это изначально прибор для упрощения вообще всей жизни людей. Ох ты, какая кокетливая попалась вентиляция. Ну а это, конечно... Конечно, яблоками я еще ничего не ремонтировал. Видимо, там внутри живет червяк-инженер. Скотч, он вам все починит. Двигатель самолета теперь точно не отвалится. Взорвется? Может быть, но не отвалится. А вот и специальный кабинет для вызова пиковой дамы. Лего-человечки, очевидно, не просто игрушки, за которые они себя выдают. Тут явно какой-то заговор. Этот пикап, судя по всему, воевал с десептиконами и остался без колеса. Теперь вот выживает как может. Мы благодарны тебе, ветеран. Изобретение, которое лучше справляется с приветствием машин, которые едут сзади, чем с очисткой стекла. Кто-то воткнул ароматизирующие елочки в вентилятор. Если он потратил весь свой запас на квартиру, то в автомобиле сейчас пахнет, видимо, ой, как не очень. Дозатор мыла сейчас наверняка чувствует себя ущемленным. Из гордого диспенсера его превратили в обычный держатель. Опа! А вот и второе решение для моего разваливающегося ноутбука. Теперь еще и крышка будет работать как надо. Спасибо за просмотр! Пишите в комментариях, любите ли вы ремонтировать что-то дома своими руками. И как получается? Ну и конечно, смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok